Девушки отдыхают Да ладно вам, вы же видели, как они нам все аплодировали, вы же видели их глаза? Да У них же золотом по мрамору было написано... Вот уж трепать! Да, почему? Нет, Макс, там было написано гип-гип, ура, ура, ура! Первое место! Я же говорил, что мы обречены на успех. Говорил, но прямо противоположное. Да ладно, какая разница? Ну... Надо выпить. По-моему, это нужно дело как-то отметить. Ромео, не будем расслабляться. Завтра рабочий день. А, ну тогда нужно пораньше лечь спать. Да. А зачем? Вот ты не знаешь, чтобы пораньше проснуться знаменитым. Да? Да. Вчера я был молодым, вчера я был беспечным, плевался высоко на приличие и так, и в порядочных компаниях, и пришло пах. Вел себя я хуже, чем пах. Видел то, что было, и то, чего нет. Не раз выбирал счастливый билет, умирал за любовь и клялся войной. Гулял по волнам и летал над землей. Еще вчера я был далеко, в беспредельном пространстве, в сказочном одолон. А может быть, все это было лишь сном, с небывалым сюжетом и веселым концом. И поговорим с победителями этого фестиваля, Московским гуманитарным институтом. Рядом со мной представитель этого театра, исполнитель главной роли, Владимир Кава... Квакуша. Квакуша, да. Вот скажите, пожалуйста, Владимир, а в чем секрет успеха именно вашего театра? И вообще, что вы ставили? Шекспира? Да, Ромео и Джульетту. Замечательно. И в чем же заключается секрет успеха? Все-таки вроде и театр непрофессиональный, и режиссура, ну и костюмы. Наверное, все-таки сценарий. Совсем смотреть нечего. То Петросян, то Галкин. Теперь вот Квакуша. Да, да. Вы знаете, она тоже будущая экономист. Да. Держите, Павел Ильич. Замечательно. Вы тоже Симпсонов смотрите? Скажите, что в сюжету главный герой заколол себя кинжалом. И раз вы такие артистичные, скажите, а вот как вы думаете, вы бы сами могли вот так вот заколоть себя кинжалом? Прямо вот из-за любви. Да, конечно. Из-за любви запросто. Вот вы знаете, я же в душе тоже Ромео. Просто настоящий Ромео. Спасибо вам большое. Успехов вам. Пожалуйста. То есть, все продолжается, Андрей Константинович? И неплохо продолжается, Тамара Алексеевна. Первое место на межвузовском фестивале. Любите ли вы театр? Если бы я была деканом Щукинского училища или ГИТИСа, я была бы на седьмом небе отчасти. А вы напрасно так категоричны. Театр вовсе не исключает учебу, а наоборот дополняет. А почему бы нам не устроить в институте новогодний показ нашего спектакля? Создадим праздничное настроение, а? Праздничное настроение, Андрей Константинович, это войти в Новый год без хвостов. О, у меня гости. Да, Бруно Янович, а мы тут как раз вас дожидаемся и о хорошем настроении говорим. Присаживайтесь. Настроение-то прекрасно. Почему бы нам не устроить новогодний показ вашего спектакля, Андрей Константинович? А мы с Тамарой Алексеевной как раз подошли к этой теме. Кстати, вот из Мерии пришла поздоровительная грамота. И я посчитал, что лучшее место для нее это ваш кабинет, Тамара Алексеевна. Спасибо, Бруно Янович, но может лучше отдать ее театру? А у нас ее и повесить нигде. Что, до сих пор? Это никуда не годится, Тамара Алексеевна. Прослезите, чтобы нашему театру подыскали помещение. Или вернули старое. Вот, это даже лучше. Нужно же где-то им репетировать наше новое представление, как мы с вами договорились. Договорились. А мы договорились. А разве нет? И поскольку дифференциальными уравнениями описываются не только абстрактные математические процессы, но и все процессы вообще, включая экономические, и я советую вам запомнить тему дифференциальные уравнения н-ного порядка, как отче наш, или я бы даже сказал, как отче ваш. Адольф Юрьевич, простите, одну минуточку, может, позвольте? Дорогие друзья, уважаемые коллеги, все вы знаете, что наш студенческий театр занял первое место! Вот, и поэтому от имени руководства института я хочу поздравить наших замечательных актеров с этой величайшей победой! Все знают, как трудно получить у меня зачет, вот, многие даже говорят, что это невозможно! Но в знак уважения к заслугам театра я готов поставить нашим талантам зачет автомата! Ну-ка встаньте, герои, поток должен знать вас в лицо! Это, это что, все? А где все остальные? Они репетируют! А, ну так, давайте Гриориевой попаллодируем! Давайте, молодец, спасибо! Ну что ж, спасибо, Адольф Рубимович! Ага! На здоровье! Продолжим! И так! Байорич! Ну что, опять все испортил? Я не знаю, с чего вы решили их поздравлять? Потому что, если ректор кого-то поздравляет, то проректор должен делать то же самое! Это называется субординацией! А вот то, что ты меня тут все понимаешь, ты ввел в заблуждение! Почему испортил-то? Актеры сидят в общаге, бухают, все, как я и говорил! Хороший ты человек, наблюдательный, исполнительный, жаль, дурак! Почему дурак-то? Да потому, что из тебя мне придется лишний зачет поставить, Кристине Григорьевой! Почему она на лекции? Ну, она когда-то там была в драм-кружке, она теперь-то в кружке не числится! А почему она встала? Да потому, что она Джульетта, второй состав! Ой, трудом! Павелыч, с вами все в порядке? Ну, Макс, готовится стать отцом, да? Железным Феликсом он готовится стать! Это кто? Памятник Дзержинскому, который снесли! А, это в смысле его силы и воли, да? Это в смысле его упрямства и тупости! В общем так, я тут думала и поняла, что зря я за Максом бегала! Ну, приехали! Что теперь, объект менять, что ли? Зачем менять? Я говорю то, что я за Максом бегала, это зря! Надо, чтобы он теперь за мной побегал! и побегал! Вот увидишь! Точно! Молодой человек! А можно вас на минуточку? Меня? Вас, да! Попробуйте! Старший оперуполномоченный Козлов! Тимошин! Валерий! Студент первого курса! Очень приятно! О кражевом музее что-нибудь слышали? А как же? Слышал! Что вы можете сказать? Ничего! Как ничего? Может быть, кто-то интересовался стариной, сбывал старинные сервизы, искал скупщика, краденого? Да нет, Врони! Так не может быть! Везде тишь да гладь один этот ваш кваквакуша подозревает этого ба-ба... как его? Барыгина? Веригина! Какого Веригина? А? Я вам, кстати, ничего не говорил! А я ничего не слышал! А Веригина подозревать не имеют никакого смысла! Послушай, может ты что-нибудь видел вот из этого списка? А что это за список за такой? Служебный документ! Список краденого! Кстати, я попрошу об этом! Вот, например, потому как, если преступник узнает, что на ВАЗе была метка 95-16, он постарается найти ее и стереть! Нет? Не волнуйтесь! Я буду смотреть в оба! В смысле, помогу, что смогу! Молодец! Удачи вам! В вашем расследовании! И вам тоже! Спасибо! Давай, пока! До свидания! Давай, до свидания! Да! А потом я зашел на лекцию к Адольфу Рувимычу! Отгадайте, кого я там не увидел? О, на лекциях у Адольфа Рувимыча кого только можно не увидеть! Аллу Борисовну, то есть, Пугачеву нельзя! Чигарханяна, то есть, Армен Борисовича нельзя! Кафельникова! Да мало ли кого! Я вам скажу, кого я там не увидел! Наших гениев, художественные самодеятельности этих суперзвезд с задрипанного драмокружка! Вот, кого я там не увидел! А что вы от меня хотите, Павел Ильич? Ничего! Пока ничего! Ровным счетом ничего! Только то, что записано в ваших служебных обязанностях! И наведите порядок на своем факультете! Ну, если вы считаете, что я не справляюсь! Нет, я так не считаю! Пока! Но согласитесь, что у вас происходит черт знает что! И тогда надо ваш факультет переименовать в черт знает что! Павел Ильич, давайте не будем делать поспешных выводов из того факта, что я, что я дала выходной актером театра! Выходной! Вы? Выходной? Да, я! Понятно! Понятно! позвольте мне откланяться, я пойду на свою лекцию! И все-таки последите за своими театралами! Обязательно! Да-да, слушаю вас! Лидия Михайловна, дайте мне, пожалуйста, фацер и стакан с валерьем! В какой последовательности? В обратной! Нам еще грамоту от мэра дали и по телевизору показывали! Ух ты! А мне в десяток другой годков скинуть? Я б тоже в артистки пошла! А че ты смеешься? Не веришь? Да мы с девками когда собираемся, знаешь, как они говорят? Клава, тебе надо в артистки идти! А че, я б в артистки пошла бы! Ну, на крайний случай в театральный буфет! А буфет-то зачем? Ну, как зачем? Э-э, дитя! Не понимаешь? Все спрашивают, где Клава, где Клава? А им отвечают, у нее спектакль! на-ка! Так, все, побежала! Давай! Да не, смотри, нормальное заведение! Ну и че? Здрасте! А ты говоришь, чебурейки, чебурейки! Ну, а еще надо посмотреть, чем здесь кормят! Сейчас посмотрим! О-о-о! Слышь, ты реферат по Веригину уже нацарапал? Не-а, еще нет! Лаза, а я хотел тебя передрать! Ну, а ты у этой! У Кристинки спроси, у нее хахали на старших факультетах больше, чем баскетбольных команд в Африке! Правильная мысль! Возьми с полки чебурейк! Чебурейк! Офицер, присейте ему чебурейк! Хе-хе-хе! О, гляди! Зы! Опаньки! Иди, кого мы видим, ты чё здесь работаешь? Ну так работай. Вот, для начала смени пепельницу. Топудово. Давай-давай. А теперь, пока мы разбираемся с меню, разбираемся с меню. Приси нам водочки. Извините, вам уже есть восемнадцать лет? Мне есть, а мальчику? Нет, мне ещё нету восемнадцати лет. Значит, сок принесите, пожалуйста. Дура. Слышишь, чё? Я тут опера одного видел. Такой придурковатый, но это к делу не относится. Короче, мне ваза нужна. Ночная. Ну, есть идея у меня одна. Идея новая, а ваза нужна старинная, дешёвая. Знаешь, где взять? Подожди, 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 подожди. Знаю, я здесь есть одна лавка антикварная, на Рязанке. Он говорит, что там номер какой-то у вазы был. Девяносто шестьдесят девя... Девяносто шестьдесят девяносто? Это у бабков. Ну, тогда шестьдесят девяносто шестьдесят. А это уже у тебя. Там, где перевариваешь, шире, чем там, где думаешь. Вот, несёт. Так. Заждались. Подожди, сядь, 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 лапоть. Нас же обслужат, нальют, откроют. А-а-а, нас же обслужат. Спинку не сутулим, не сутулим, спинку держимся. Ну, чё, подкручиваем, подкручиваем бутылочку, чтоб не поливать. Где вас учат вообще? Я не понимал. Там же гибас. Ну, за джульеточку. Давай. Адольф Рувимыч, в Афе студенты не ходят на лекции. Я только в то соврала Гусеву. Это недопустимо. Недопустимо то, что не ходят на лекции или то, что соврали Гусеву? То-вто прогуливают. Если с этим не справляетесь вы, то с этим справлюсь я. Вы начнёте ходить на мои лекции? Адольф Рувимыч, я вас не узнаю. В общем так, они приходят за зачётом к вам, а вы их отправляете ко мне. Вам понятно? Никак нет, Тамара Алексеевна. Дело в том, что зачёт я у них вчера принял. Сидели допоздна, сдали все, кроме Кристины Григорьевны. Вот как? А что ж, Кристина, такая симпатичная девочка и то, и… И всё. Ну что ж, раз зачёт они вам сдали… Сдали, сдали. Тогда… тогда… тогда репетируйте. Спасибо. Всего хорошего. Надеюсь на вашу собранность, друзья мои. Сидим, сидим, сидим. Звонок дают для меня, а не для вас. И ещё. Особое внимание на зачёте я буду уделять знанию конспекта. Я даже не скоро… Максимов! Да? А вы меня слушаете? Ну, конечно. А что я сейчас сказала? По поводу конспекта что-нибудь. Правильно. И вас это будет касаться в первую очередь. Свободны все. Спасибо. На здоровье. Танюшка, дай конспект позырить, а? О, по поводу конспекта мы с Танюшей сами договоримся. Договоримся, Танюш? А ты с ней договаривался. Да ладно тебе. Дай, Надень, конспект, ну. Да я, гляжу, Макс, привык, чтобы тебе все по первому требованию давали. Конспекты я имею в виду. Да я же не про это, Тань. А я как раз про это. Ты научись просить. А потом подходи. Пока. Хорошо. Ты звони, не забывай. Так вот. Почитай мой. А твой я уже читал. Там почерк интересный. О, какая молодец ты, посмотри. Подкручивает уже. Правильно, теперь сок. Да, из моих носок. Да погоди ты, сядь, слышь, опять. Обслужит тебя. Ага. Вот. Думал ли ты, Вадим Плюхин, простой парень из глубинки, кто тебя будет обслуживать ведущая актриса театра? Мегазвезда-примабалерина. Мегазвезда. Ага. Ха-ха-ха-хая-хая-хая-хая. Ха-ха-хая-хая-хая-хая-хая-хая-хая-хая-хая-хая-хая-хая-хая. Подавай горячее, мы торопимся. Горячее давай, торопимся мы. А, мальчики любят погорячее? Выходишь на проходной со стороны улицы Мандлаговой, садишься на 620-ю маршрутку, в сторону Рязанки, что ли, и приезжаешь, остановки 3-4, там увидишь, там будет написано антикварный магазин. Да понял, я понял, там точно есть? Антикварный магазин есть, а вазочку сам найдёшь, потому что я в душе не понимаю, есть там вазочки, вазочки. Давай, давай. Горяченькая. Это я заказал, да не трогай, пусть сама. Чего, безрукая? Баран! Прости. А ты чё улыбишься? Директора сюда, ай! Ты так со своей подружкой будешь разговаривать, сопляк, я 20 лет в общепите, не я тебе тарелку подала, понял? Ну, десерт, ничего не желаете? Нет, нет. Дебил! Нет, я дать. Ну, а он чё? Он? Он же привык, держи, чтобы девушки падали в обморок от одного движения его бровей, а тут такой облом, одну бровь поднял, другую поднял, я ноль внимания. Татьяна, а я-то, знаешь, как раз тебя искал, да? А что? Красивая бровь. А вы, значит, тут готовите, да? Угу. О, ещё и умный. Ой, слушай, Тань, ну кончай, а. Извините. А ты знаешь, кстати, говоря, здесь неподалёку есть одно уютнейшее заведение. Да, да. Правда? Угу. Я никогда не вру, особенно красивым девушкам. Угу. Что? И кухня там хорошая? А насчёт кухни. Говорят, что однажды туда приехал парижский шеф-повар, заказал там фуа-гра, попробовал, приехал в Париж и застрелился от осознания собственного ничтожества. Ну что, идём? Конечно, идём. Значит, я сейчас забегаю и переодеваюсь, и прихожу сюда. А, Макс, а при чём тут ты? Мы с Саней идём, правда? Правда. Давно хотела фуа-гру, а то всё макароны, да макароны. Превосходно, один ноль. Тань, ну хватит, я сейчас захвачу цветов и такси закажу. Ой, слушай, Макс, ты прости, конечно, но с тобой так скучно, так предсказуемо. Уютное местечко, цветы, такси. Что-то с репертуарчиком надо делать. Пока. Держи. Ну ничего, ты у меня ещё походишь на задних ламках. Клянусь, здоровьем походишь. Квакушинам здоровьем. Участник. Участник. Да… Кристина. Кристина, а можно к тебе? Да, заходи, только дверь прикрой, а то лак сквозняка не любит. Швабрычки нет? Не-не, она в музее своём работает. А, в музее. Ну да. В музее. Я к тебе за помощью. Тебе кажется, не ко мне нужна, а в стиральную машину. Причем с головой. Ты что, в винегрете на животе, что ли, ползал? А, это я в одном музее в кафе отобедал. Не обращай внимания. У меня к тебе дело на сто рублей. Ну, излагай. У меня засада с Веригиным. Реферат нужен по лексическим особенностям языка. Особенности языка у меня есть, конечно, но вот реферата нет. Замечательно. И где я тебе его возьму? В косметичке, что ли? Ну, хоть бы у этой квакуши спроси. У своего воздыхателя. Прекрасно. А кто его благодарить будет? Или ты его поцелуешь? Благодарить буду я. Только не его, а тебя. Хочешь знать, в каком музее твоя сеструха официанткой работает? Официанткой в музее? В кафе. Ну, хочешь знать? Где? А реферат где? А-а-а. А-а-а. Угу. Так. А тут у нас что получается? Ничего не получается. Ну, что будем делать, Владимир Владимирович, а? Будем брать цифры с потолка, Владимир Владимирович. Да-да. Вов. Я к тебе. Кристина. Проходи, садись. Да не, я на пять минуточек. Вов, спас. У меня крантец. На что похож крантец? Он похож на реферат по лексическим особенностям русского языка. Помнишь, вы на первом курсе должны были писать? Первый курс, первый курс, вспомню. Лексические особенности. Влади, со словарем. А вот реферат... Нет, нет, реферат не помню. А, нет, да. Писал, писал, писал. Вов, ну, спасай. Ну, ты же такой умный. Кристиночка, понимаешь, мне вот курсовую надо до завтра закончить. Ну, ты хоть пару страничек. Один титульный лист и список литературы. Ой, не знаю, не знаю. Пав. Ну, пожалуйста. А вот теперь знаю. Завтра получишь свой реферат. Спасибо тебе, Вовочка, спасибо. Пока. Сказал бы, не за что, но ведь есть за что. Эх, где моя вторая ручка? Так. Папочки, папочки, папочки. За книжечки. За книжечки, ролики, за шарики. Ой. 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 Реферат. Лексические особенности и трудности русского языка. Да. Где там моя утренняя газета? Ой. Ой. Псс, смотри. Псс. Макс, ты не один сейчас. Псс. 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 Соткнитесь вы оба. Псс. 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 А у нас всё громко. Не стыкуется? Не сходятся концы с концами? Взять, например, вот эту опись. Смотри, у Краденова. Вот есть палаш 18-го века, кавалерийский, вернее, не есть, он был. Понимаешь, вот опись, вот номер, а вот фотография. Ну, ничто не стыкуется. Не стыкуется? Ваза 17-го века. Вот номер есть, 46-85, а где описание, где фотография? О, Александр Петрович, у меня тоже курсовой всё не стыкуется. Диффор никак не складывается, что с цифрой спуталка брать. Кстати, можно мне забрать? Пожалуйста, пожалуйста. Спасибо. А я думал, Володя, светлая голова, сразу всё по полочкам разложит. Да какая там светлая, все мозги протухли давно. Ладно, увидимся. Ладно, давай. Макс! Что? Макс! Ну что, что ты долбишься? Да я уже битые часы ору, а ты вот почитать сюда зашёл. Потому что квакуши написал для своей возлюбленной. Кто-то же должен читать это. Да мне плевать, я сейчас лопну, сил нет терпеть. Ты знаешь, Борюсик, мой отец говорил, плоть надо сдерживать. Понятно? Ага. Я-то сдержу, кто потом убирать будет. Давай, вылазь отсюда. Привет. Короче, слушай. У меня есть две новости. Хорошая и плохая. Так. Плохая в том, что реферата по квакуши не оказалось. А хорошее то, что он с горя попал под трамвай. Нет. Хорошее в том, что, увидев меня, он всю ночь писал реферат и вот только что отдал мне в коридоре весь взмыленный, как Стивка Буркат и глаза, как помидоры. Кристина, ты гений. Ну, давай. Руки. Сперва ты давай. Что? Колись. В каком ресторане Катика работает? Ты будешь смеяться. В том самом. В каком-то самом? Ну, в том. Подожди. Это там, где мы с тобой были? Да. У Марика что? Держи. Давай реферат, да. Ничего себе совпадение. Вот так-то. Блин, он что, безграмотный, что ли? М? В слове «сервис» — ошибка. Погоди, погоди. Какой «сервис»? Это сервиз. И вот, кавалерийский палаш восемнадцатого века. Серийный номер. Что это такое? Кто это тебе дал? Откуда это тебе? Я говорю, похоже мне дал. Отлично. Клёво. Послушай, мне тут нужно отлучиться ненадолго. Если меня будут спрашивать, скажи, что меня забрали в армию. Так, одно дело сделал — теперь завтрак. Ещё осталось курсовую шацу сдать — и всё. Так, где мой курсовой? А, вот он где лежит, да? Лежит и молчит, а? Так, ну, пошли шацу сдаваться. Кто это за мой курс, а? Кто это за мой курс... Ту-ту-ту-ту-ту-тун. Эта шауна? Ну, там мёка. Ты ласку и кухня в кидах. Устроен кухня, в конкуре и交点. А? Та-ту-ту-ту-ту-тю-ту. Ого... Та-ту-ту ноту-ту-ту-ту. Да, Руф, а чё на лекции не был? Я в антикварный ходил, вазу покупал. А, тогда понятно. А чё ты её нуждаком трёшь? Номер сдираю. Видишь, написано 95-16. Я и сдираю. Тогда понятно. А что за дурак на ней этот номер написал? Я и написал. Поэтому и сдираю. А, тогда понятно. Наздираю, чтоб не было видно. Блин, да нет, чтоб было видно. А, тогда понятно. Лучше б ты на лекцию пошёл. А, безусловно. Ну, тут не поспоришь. А вот это, Володя, даже очень смело. Владимир, вы это сами писали? Конечно, Адольф Руфимович. Я целую ночь, две недели писал. Замечательно. Нет, ей-богу, действительно, ваш стиль. Тогда вопрос поставим по-другому. Вы это читали после того, как написали? Не успел. А что такое? Просто и Пушкин Александр Сергеевич, и Достоевский Фёдор Михайлович. Несмотря на их огромный вклад в русскую словесность, у меня они получили бы даже и двойки. Пушкин. Пушкин, Пушкин. Ёлки зелёные. Кристина. А, по-моему, Александр Сергеевич. Адольф Руфимович, я микрох. Володя, вы забыли. Я сейчас, сейчас, сейчас. И мой профиль. Да. Вообще, очень живо написано. Володя. Александр Петрович, снова вы. Я вас прям чаще вижу, чем себя в зеркале. Так ты о себе не думай, Володя. Ты о деле думай, что у нас новое. Ну-ну-ну-ну, говори спокойно. Как будто мы с тобой не знаем друг друга. Удалось узнать, что я прощёлкал свой курсач. Удалось установить, что, скорее всего, я его передал Кристине. Ага. Следственный эксперимент показал, что реферат для первого курса и по другому предмету не прокатил. Так это же прекрасно, Володя. А я-то чем могу помочь? Разве что на этих курсовой. Александр Петрович, у меня, извините, мне нужно писать, а то у меня выборут из Альмовой материки. Чёрт такой. Володя, 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 Володя. Всего доброго. Володя. Так, товарищи, кто видел курсовую работу студента Квакуши? Девчонки. А я сейчас кого-то как тут, как арестую, товарищи, кто видел реферат студента Квакуши? Ну, удивилась, сестричка. Ничего, я ее удивлю своим приходом. Кристина! Кристин, папку верни. Какую папку? Ну, там мой курсач, я перепутал. А, слушай, я ее уже сдала. А, как? Ты что, даже не читала? Нет, так сдала. Берегина. Он-то читал? Нет, даже не открывал. Так, я к нему. Подожди, подожди. Он сказал, что только через час будет. У него дела какие-то. А, супер. Тогда еще заскочить парфюрировать успею. Приятного аппетита тебе, дружище. Слушай, ты можешь подкинуть папку, что я тебе дала Берегину? А то он начнет выяснять, где его курсовая. Папку, говоришь, передать надо? Слушай, ты, конечно, это гениальная идея. Я бы даже сказал, убойная идея. Подожди. Макс, я не люблю, когда меня преследуют. Да я не преследую, я любуюсь. Понимаешь, у тебя лучший из всех, что я видел, конспект. Ты опять за старое? Ты по-человечески умеешь разговаривать? Слушай, хватит там, мне достаточно одной твоей лекции. Ну, хватит маячить у меня перед глазами. Я перепишу и еще чего-нибудь. Наконец-то! Я слышу, речь человека, а не вопли обезьяны. Дать не могу, сама учу. А если хочешь учителя переписывать, то приходи. Спасибо тебе большое, ты настоящий друг. Значит, сегодня вечером после репетиции с шампанским и цветами я у тебя. Так, а вот цветы и шампанское ты можешь оставить для тех, у кого конспекты ты уже переписал. Хорошо, значит, шампанское оставляем. А если я люблю учить лежа, что делать? Я понял. Давай адрес. Запомнишь? Да. Улица Вишняковского. Лучший актер театра Великого Веригина. Его отсутствие устраивает шмон у Великого Веригина. Я, между прочим, тут у себя дома и еще в своем собственный курсач. А ты что приперся, а? Ну, раз ты у себя дома, значит, я пришел в гости. Курсач, говоришь, который на вазу похож? А не та ли это ваза, которую из музея сперли, а? Слушай, вали отсюда, а! Это не та ваза. А у той вазы номер какой-то был, мне еще опер говорил. Да? Да, что-то там 95, чего там. 95-16. 95-16, так опер говорил. А ты откуда знаешь? А я цифры в школе учил. Вот, смотри, кто-то стирать пытался. Кто-то. Интересно, кто? Что? Ума не приложу. Мне нужно идти. Нужно, иди. А как же курсовик, Вова? Не до него. Черт, это получается, что я был прав? Прав, прав. Здесь все правы. Неправых нет. Стой! Руки вверх! Александр Петрович? Здрасте. Здрасте. Ладно, ладно, тихо, тихо, тихо. Не афишируй наше знакомство, это плохо для дела. Теперь давай о том, что для дела хорошо. Ты узнал что-нибудь? Я? Ты, ты. Да. Здрасте, Алексей Петрович. Здрасте. Димаш, здорово! А что, вы знакомы? Да я его в первый раз вижу. Ага. Что, про вазу сливаешь? Правильно, давай. Молодец. Болоденька, а про какую вазу? А? Александр Петрович. Кто такое? Я ведь не стукач. Владимир! Как иногда мы все-таки плохо знаем себя. И потом скрывать. От следствия улики. Это верная тюрьма. Я тебе обещаю. Девчонки! Эх, я сейчас здесь кого-то как арестую. Борька, ну и что? Урожая ждем от лучших лоз. Чтоб красота жила не увядая. Пускай завянут лепестки созревших роз. Хранит их память Роза молодая. Борька, какой же ты молодец. Вот столько сонетов наизусть. Я их еще спеть могу. Молодец, Борис. Можете их еще и станцевать. Ребята, а как вы думаете, почему пьесы и сонеты Шекспира по прошествии стольких веков не теряют свою современность? А? Потому что они по... Нет, 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 это потому что они все о любви, так? Правильно. Да. Но я бы хотел обобщить, потому что Шекспир гениально писал на темы, которые волнуют всех нас. Любовь, верность, преданность, подлость, предательство. Я не опоздал. Здорово. Нет, нет, заходите. Вы как раз вовремя. Ну что, на носу спектакль. Давайте начинать репетицию. Давайте. Здрасте. Старший уполномоченный Козлов. Здравствуйте. Здравствуйте. Андрей Константинович Веригин. Вы будете. Это я. Очень приятно. Ну что, храненое сами покажете или с обыском? Если сами покажете, учтется. А если с обыском, так веселей. Не понимаю вас. Не понимаете. А я хочу, чтобы вы показали... Вон из того угла, вон ту вазу. А? Что и требовалось доказать. Именно та ваза из музея. Но если сейчас на ней найдутся отпечатки ваших пальцев... Ну, ну, разумеется, на ней сейчас найдутся, мои отпечатки пальцев. Отличный ход. Теперь вы должны сказать, это вас, а не моя. Мне ее подкинуть. Ну что вы молчите? Так всегда говорят. Ну, говорите, говорите, говорите. Ну, она, ну, послушайте, она действительно не моя. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Отличный ход. Тогда скажите мне, кто имел доступ в это помещение? А? Мы. Участники театральной студии. Отличный. Отличный ход. Все имели. Каждый мог подкинуть. А? Нет. Правильно? Нет. Как нет? Среди участников театральной студии никто не мог принести эту вазу. Среди моих друзей предателей нет. Да. Ага. Ну, я не знаю. Так легко расколоться. Ну, я не знаю. Ваза ваша. Давай. Спокойно. Спокойно. Эй, Олег. Спокойно. Тихо. 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 Успокойно. Тихо. Сопротивление при исполнении хуже будет. Тихо. Ну, вы что? Увести. Послушайте, это какое-то недоразумение. Что делать? Тихо. Пожалуйста, снимите наручники. Я даю вам частые слова, что я не убегу. Разберемся. Разберемся. Давай. Пройдемте. Ну, пожалуйста, не стойте. Допустите. Тихо. Вы же отберитесь сначала. Тихо. А что вы хотели? Вот. Вот прямая улика. Вот опись краденого. Читайте. На четвертой странице находим база. вот с таким же номером. А, база в наличии. Ну, что теперь? Подозреваемый в наличии. Подстала. Опись. Подождите, это что, вторая опись? Подождите. Минутку, минутку. Курсовая работа. Кваква. Квакуша. Квакуша, твоя курсовая. Твоя курсовая нашлась. Твоя курсовая нашлась. На виражах и течениях Кружит мое поколение Кружится и отрывается Сердце мое улыбается. Сердце распахнут от облаков. Это любовь. Кружит мое улыбается. Отрываемся, Летим. Что-то будет впереди. Ты отпусти меня. Ты отпусти меня. Ты отпусти меня. Может, кого опечалили, ждали прилива, отчалили. Солнце весеннее, рьяное...